Помощник по уходу. В Центре сбора гуманитарной помощи стартовал образовательный курс. Это комплекс знаний и практических умений за тяжело ранеными бойцами и людьми, лишенными возможностями самостоятельного передвижения. Это буквально начало. Это всего лишь азы госпитального ухода за лежачими и болящими. И вот далее предстоит уже более серьезная подготовка, сертификаты, дипломы. И в итоге помощь раненым в госпиталях Москвы, Московской области и освобожденных территориях ЛНР и ДНР. 18 академических часов. Занятия ведут квалифицированные специалисты. Идея курса в прямом смысле пришла сама. Екатерина Скорикова и сестры Милосердия почувствовали запрос на него, когда были в зоне проведения специальной военной операции и сразу начали действовать. Мы объявили первый набор. У нас уже закрыта группа на второй набор. В листе ожиданий еще люди. Мы не ожидали, что будет столько откликов. И это и мужчины, и женщины, и разных возрастов, и многодетные мамы. Человек, за которым вы ухаживаете, ваша задача – придать ему вернуть человеческий облик, в каком бы он состоянии ни был. Чтобы понять потребности пациента, необходимо соблюдать три главных правила – социальная, инфекционная и физическая безопасность. Это залог оказания качественной помощи и скорейшего выздоровления. Как правильно взаимодействовать, кормить и не только. Когда человек долго лежит, страдает от того, что, во-первых, одеяло – одеяльный климат. Кожа становится чувствительной, как минимум. Я уже не говорю про зуд. Пролежний, зуд и другие неприятные для пациента моменты на курсах научат справляться и с этим. Стать помощником по уходу за тяжело ранеными и малоподвижными больными может любой желающий от 18 до 60 лет. Однако, как говорят специалисты по уходу с большим опытом – сестра милосердия. Это не только про уход, а еще моральная и духовная поддержка. Искренняя забота и внимание. Татьяна Верняковская, Денис Харламов, Станислав Трифонов, телекомпания «Денцова».